доброй ночи и вам тоже как настроение лучше всех узнать это точно вы откуда город полтава город герой полтава просто город полтава ну и как настроение в городе полтава ну как оптимистичная это хорошо по-любому лучше чем россию вы из какого города я согласен что лучшим россия я из москвы так тоже неплохо устроились как там в россии или вы не выезжаете из москвы в россию нет что значит и не выезжает москва россию ну как вы ездите посмотреть там начали вообще как-то я не на крепостных там не бывает у вас вдохновение не но я пару раз ездил на берег черного моря на средиземное море на кипр то вы как-то далеко вы пропустили вот россию в этот момент не ближе куда-то в саранск там например вот рекомендовали очень какой-нибудь там муха саранск я думаю что если вы хоть ебеневск вот эти от города ближе шо вы сразу в кипр у вас я же мы в россию съездите посмотрите как народ живет так я видел как народ живет мне достаточно посмотреть как живут мои родители мне далеко не так вы тоже лимита да по наехали в дни резиновую нет почему моя семья в москве с тридцать второго года но это никак не помогает мне жить достойно и свои соответственно человеку 21 века как это квартиру сдать и жить на эти самые деньги или нет или вы стали второго года не смогли отжать не у кого квартиру москве собственно это стереотип на самом деле все думают как вы стереть и всем вся москва живет за то что сдает квартиры москвичи и не рамку правда нет 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 москва тоже очень многообразные есть москвичи которые зарабатывать миллиона человек уже до примерно 18 около того петс вообще просто есть москвичи которые приезжают москву как по своим бизнесом и делают тут тут деньги а есть москвичи которые просто скажем так не могут про не могут пробиться не спрятаться образование и и и влекут ничем не лучший образ жизни чем за 200 км до том москвы ну может быть да чуть лучше то но это не это не показатель не показатель цивилизованной жизни в любом случае так что ничего тут веселого нет на самом деле я понял как вы вот относитесь но так как вы на ки прибывали вы же не будьте увлечена на санкции не влияют нет санкции безусловно если я положительно ну как путин говорил вы теперь за один доллар получаете больше рублей послушайте но вот в свое время в свое время в 90 если не изменяет память третьем году в том числе как память он не может вознять память потому что в то время еще писали в пеленке мне в то время было четыре года ну там ладно не в пеленке уже а так просто хорошо суть в том что суть в том что что касается санкций из-за санкций в свое время разорился советский союз в том в том что в россии которые знают об этом нет реально маски а вы же не в россии вы же москве я все куда все сходится то есть москве знают об этом а в россии нет на самом деле в россии много людей в этом знают просто нас осталось очень мало им большинство из таких как я вы староверы да который еще с гуслями там уходят по и рассказывают по москве что вы же понимаете россия накроется жопаю так струны нет оси на самом деле накроется жопы буквально несколько лет и у нас просто исчерпается деньги на то чтобы содержать самих себя это правда да это не не стоит нашли не так у путина исчерпается деньги на то чтобы содержать вас на себя у них деньги будут всегда вы не путаете деньги свои не надо знать . фильме ты не путай своих баранов и государственных вот такие это все понятно я к тому что страна которая живет за счет скажем так экспорта ресурсов не может существовать в условиях экономических санкций особенно если санкции будет наложен те же самые современные ресурсы и я это проще страна которая сосет из трубы в конце концов начинает просто сосать потому что так как углеводороды никому не надо рано или поздно становится по сути мы сейчас как бы не нет недалеки от ваших слов не на россиян на простых не накладывали санкции сейчас пока надо на друзей путина это да но вот даже вот если вот вот вы говорите про санкции того тоже если взять вот курс рубля до точнее падение курса рубля вот те же самые комплектующие для компьютера если раньше стали допустим там 100 долларов сейчас уже стоит 300 мне удивительно это вот я сейчас вижу меня прямо дежавю я это тоже рассказывал ну тем кто из россии не из москвы и они говорят ты что ты врешь как все было таки стоит это бесполезно это бесполезно им рассказывать им мне кажется им им деревом по башке бей им все будет полезно пока в боков пока в холодильнике будет что есть все в россии будет спокойно пока холодильнике будет что кушать все будет хорошо вот когда кушать ничего не будет уже начали догадываться смотрите что делают животворящие санкции пустой холодильник на самом деле делал тут не санкции вы не собираетесь организовать на московскую республику оцениться отсоединиться от этого все быдло российского не я вам рекомендую вообще огородиться забором и сказать уж мы ничего не вообще ребята шо вы там в своих а там всяких уралах и всем остальном что вы там живете нет ну я считаю что это не совсем правильно если какие-то республики захотят от единицы результате какого-то раскола как это было в 93 году то пожалуйста я не против но сама суд вершить ну зачем зачем повторять тот же самый тот же самый крымский канал на конфликт зачем вершить самосуд нет все должно все должен вершиться так как она идет своим чередом если будет какое-то движение то она будет если она не будет но значит вот так вот значит вот так вот суждено к сожалению жить тем кто есть остался а есть кстати остались на самом деле вот из тех кто понимает всю ситуацию остались только те кто действительно верит то что может быть что-то будет дальнейшем хорошие все остальные уже давным-давно уехали куда угодно по границу вы там ждете я не понимаю остальные или вы так чисто поржать остались ну есть какая-то некая надежда на то что будет повторение 90-х и может быть возможность подняться за счет этих годов а как бы ну да сейчас самый самый шанс а квартирку отжать у тех кто разориться кто набрал кредитов свое время и тем более долларовых да вот эти все тогда не то что отжать не привык на широкую ногу жить и как бы не врубился что уже все по-другому не то что отжать но скажем так сделать свой некий малый бизнес потому что сейчас малый бизнес в условиях нынешних наших он практически невозможно не говоря уже о том что ставка кредитования безумно высокая отжимание бизнеса и все прочее это принципе невозможно его 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 сделать а если будет повторение 90-х то почему бы и нет вполне возможно блин не знаю ребята не знаю что будет ладно спасибо привет москве тогда все конце концов крайне тоже привет чего все началось темы в этом а там была московия московское царство вот она так опять и образуется я думаю так и будет а я еще хотел сказать поскольку вы из украины хотел принести извинения от лица от лица меня и моих знакомых кто меня поддерживает что вот так случилось у вас такой инцидент у нас случилось я понял не у вас принести так принести несите извинения да хочу принести извинения что так получилось ребят вы главное смотрите купюрами те что были в использовании несите и этом получше трамбуйте в чемоданы ну если если ты если так будет у вас тоже придется платить репарации что что делать вот вы даже тут хотите дать взятку нет я не хочу дать взятку просто я уже понимаю что события настолько развернулись что назад мирно уже не выйти скажем так друзьями уже не остаться и придется каким-то либо образом каю каю как-то влаживать в это дело поэтому ну а что еще сделать в эти ситуации просто просто так уже не выйти согласен ладно спасибо за ответы вопросы давай удачи пока удачи пока